Кубок чемпионов по русскому бильярду Сохранение традиции национального вида спорта и его дальнейшее развитие леет мотив работы лиги Ведь русский бильярд это настоящее достояние отечества Ни одно поколение русского офицерства было воспитано на этой игре В которой оттачиваются выдержка, волевой характер и острота ума Наши чемпионы будут соревноваться в захватывающем формате На столе исконного, так называемого царского размера Вот собственно и он, на 4 сантиметра шире современных моделей Итак, давайте перенесемся на нашу арену Вас ждет утонченное противостояние Вторая пара полуфиналистов Сергей Кржановский, Молдова Двукратный чемпион мира Один из самых результативных игроков современности Юрий Пощинский Также двукратный чемпион мира Настоящий шоумен Главный герой самого просматриваемого ролика в интернете о русском бильярде Итак, игроки готовы А я, Анастасия Лупова, с огромным удовольствием представляю вам моего саккомментатора Игрока и тренера высочайшего уровня Сергея Ермакова Мастер спорта международного класса, вице-чемпион мира и Европы Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, уважаемые телезрители Игроки сделали начальные удары Да, разыгрывают разбой, насколько близко Судьям даже не просто было определить сразу Кто же выиграл разбой, но Сергей выигрывает Да, выигрывает Сергей Кржановский Итак, первый телевизионный проект Лиги Императорского бильярда Второй полуфинальный матч Да, что такое Лига Императорского бильярда? Это, безусловно, воплощение идей великого бильярдиста Владимира Федоровича Левитина Ну, просто бильярдист здесь даже слову не подходит Потому что это был человек, можно сказать, великий Он был и потрясающим музыкантом, и игроком И, можно сказать, хранителем традиций Истинного русского, как он говорил, императорского бильярда Да, да, я с вами соглашусь, Настя И мы сейчас наблюдаем матч на бильярдном столе Который в свое время, ну, как бы спроектировал Спроектировал, создал Владимир Федорович Левитин Он отличается немножко от стандартного русского стола Размерами игровой площадки, но немного больше Ну, и поскольку Владимир Левитин стремился к тому Чтобы бильярдный стол имел максимальный раскат И самый активный отскок от борта На этом столе используется снукерная резина В отличие от обычной резины, которая используется на русском бильярде Игроки должны немного привыкнуть к этому оборудованию? Несомненно, да, конечно Потому что, ну, и за счет увеличения площади стола немножечко Траектория отскока будет отличаться от стандартных Плюс сам, собственно, отскок от снукерной резины более активный Это надо иметь в виду при расчетах силы удара и так далее Итак, Кржановский Начинает серия Да, уже начал, забил два шара И пытается продолжить свою комбинацию Но это ему пока достаточно успешно удается Оп Не удалось Пытаясь подбить группу шаров Акина Мандеровна Сергей промахнулся Ну, достаточно выгодную ситуацию оставил для Юрия Починского Да, Юрий, конечно, всегда демонстрирует очень зрелищную игру И не зря его игру просматривают в интернете рекордное количество зрителей Один миллион двести тысяч пользователей посмотрели Партию, которую вытащил Юрий со счета 0-7 И переиграл в свою пользу Это в каком матче была такая партия? В матче, насколько я помню, либо Кубок Кремля, либо Кубок Мэра Могу ошибаться, конечно Но это была еще и решающая контровая партия Вы представляете? Да Степень ответственности Да, такой серьезный результат Но игроки подобного класса Как бы не должны успокаиваться на том Чтобы забить семь шаров Потому что семь шаров в подобных играх это еще не победа К сожалению И много раз это они друг другу доказывают на практике Вот и Юрий промахнулся Хотел сыграть с выходом, накатывал Там накатить, сыграть с выходом Но мы видели, что и в предыдущем полуфинале Где сражались Александр Паламарий и Канебек Сагамбаев Средняя луза покорилась не сразу Ну да, и здесь ошибки присутствуют Возможно на это влияет сам размер лузы Довольно строго, да Возвращаясь как раз к теме традиций Русского истинного бильярда Так, поэтому, поскольку она строгая Даже автоматически напрягает немножко игроков И поэтому некоторые удары могут не получиться Так, ну Сергей опять захватил инициативу И у него есть возможность уже в этой позиции А я тем временем напомню правила, по каким играют наши спортсмены Сегодня правила необычные Такой телевизионный формат Ограничение во времени 1.15 на матч Чисто игровое время То есть часы останавливаются после последнего забитого шара в партии Потом судья восстанавливают пирамиду И запускаются с первого начального удара С разбоя заново Соответственно, сколько партий успеют за эти 1.15 игроки сыграть? Таков и счет в матче Я вас понял, Настя И есть, насколько я знаю, ограничение по времени на подготовку к удару 35 секунд 35 секунд на каждый удар, да Ну это заставляет спортсменов играть в достаточно активном темпе Но зато Зато благотворно сказывается на зрелищности этого процесса На самом деле, когда, согласитесь, когда игроки долго думают, раздумывают, долго готовятся к удару Ну, может стать немножко скучновато Скучно, да, хочется динамики, конечно И интересное правило в завершении Когда время вышло Когда время выходит То есть те час 15, про которые я говорила Да, да, да Часы останавливаются И сколько шаров на полке, мы считаем И у кого больше, соответственно, очков партия присуждается То есть партия засчитывается У кого больше шаров Да, совершенно верно То есть такой элемент удачи присутствует Даже если один шар будет у кого-то из спортсменов Один-ноль, тем не менее, он победил Да, совершенно верно Если счет в партиях будет равный по окончанию времени То спортсмены сыграют серию буллитов Так вот так даже Да, да, да Ну мы расскажем подробнее, если вдруг Если вдруг подобная ситуация возникнет Да Вот мы сейчас, кстати, увидели уже два подряд Так называемых отыгрыша Свободную пирамиду И вот Сергей И понятно почему, 6-6 по шарам Ну да И партия пока начальная Еще не определился лидер этого матча Вот, кстати, Сергей создал очень интересную Правильную позицию при отыгрыше Все четыре шара располагаются примерно на серединах длинных бортов Ну посмотрите, насколько замечательно Юрий нашел Ну и он, кстати, тоже стремится оставить Да, так же Подобную ситуацию Потому что при таком расположении В данном случае четырех шаров на столе Атаку найти сложнее всего Да, здесь мы можем вернуться, конечно, к столу со снукерной резиной И, скажем, о том, к чему стремился Владимир Федорович Он, к примеру, очень любил играть в русские фишки Невероятно умная игра, где как раз-таки нужно чувствовать отскок Не только от одного, а от двух, от трех, от четырех бортов И снукерная резина, которая быстро отбрасывает шар Очень этому способствует Да, действительно, я думаю, при наличии снукерной резины Именно игра в русские, вот эти так называемые московские фишки Ну, будет, станет достаточно интересной Посмотрите, какой чужой Какой чужой Еще и с выходом на середину То есть он играл с верхним вращением, чтобы перевести Ну, Настя, я не совсем согласен, что выход О, фантастика Ну, это традиционная эмоция в исполнении Юрия Пащинского Он усваивается тем, что любит выражать свои эмоции Вот Юрий Пащинский, Юрий Пащинский один из немногих Очень часто использует именно верхнее вращение Юрий очень хорошо умеет с верхним, с активным верхним вращением Точно попадать Так, у нас началась вторая партия Разбой оказался нерезультативным У стола Сергей Кржановский Вот как раз тот самый нижний винт Да, который он тоже очень любит использовать При так называемых боевых ударах Когда основная цель Основная цель ставится именно Точно попасть в прицельный шар, чтобы он упал в лузу Очень активный удар И Сергей красиво рассчитал траекторию Да, ему удалось подбить пирамиду И слегка улучшить позицию Но можно сказать, что Сергей Кржановский, конечно, последние годы на пике своей формы Согласитесь, что выступает стабильно Да, он, как вы отметили, двукратный чемпион мира Насколько я понимаю, правильно? Да, совершенно верно У меня такое впечатление, что он как минимум пятикратным должен Много титулов Отдельно, конечно, стоит упомянуть о таких турнирах С крупным призовым фондом, как Санкт-Петербург Оупен И турнир в Уссурийске, известный Среди профессионалов Да, ну, впрочем, да, на всех серьезных турнирах Сергей Кржановский очень серьезно себя показывает Вот чуть-чуть мы перехватили Сергея И Юрия теперь Около стола Ну, это как всегда Как только Как только начинаешь Сильно хвалить бильярдиста Он, как правило, промахивается Судя сейчас по этому удару Юрий Пашинский Очень серьезно настроен на этот матч Да, никакого риска В отличие от предыдущего Первого полуфинала Где мы Наблюдали, в общем-то, достаточно открытую игру Да, особенно в начале И активную, и открытую Да Но, видимо, ребята посмотрели Как играли предыдущие полуфиналисты Сделали вывод И сразу полностью включились, по-моему, в матч То есть, мне кажется, мы ни разу в предыдущем матче не увидели Чтобы вот при наличии такого количества шаров на столе Кто-то отыгрался Кто-то отыгрался Да, да Ну, сейчас, наверное, все-таки Юрий Выберет атаку Непростой свояк Через пирамиду Точно в цель Ну, кстати, пока мы не наблюдаем Большого количества ошибок Я думаю Ну, как в начале предыдущего матча Если вы помните, Настя Да, да Там было много рискованных ударов Спортсмены приигрывались Ну, и достаточно много промахов Да, да, да Долго Юлия сейчас настраивается Посмотрим сейчас Настраивается Кстати, да Он должен был взять продолжение Один раз за партию игрок может взять продолжение В дополнительные 35 секунд Видимо, он воспользовался Перерезал И тем не менее, все равно не забил К столу выходит Сергей 3-1 в его пользу Сейчас посмотрим, какую он Пытается разыграть комбинацию Судя по всему Начинается сваяка Тонкого сваяка И направляет прицельный шар в сторону угловой вузы Да Верхней левой Чуть сильно получается Но есть сваяк И чувствует размер удара и вращения Быстро приноровился Новым условием Да, вот уже Сергей опять шаров Есть возможность забить шестой И опять Ну, возможно, выход получится С выходом неплохим Да, шар поднялся от короткого борта немножко Что позволяет Продавливает Да, очень хорошая, красивая, мягкая оттяжка Да Но шар, к сожалению, не дошел До лузы Ох, какого сваяка решает сыграть Чувствуя преимущество в 7-1 Да Но мы помним в прошлом полуфинале, чем это завершалось Чем это могло закончиться Да Но Ничего Ничего легкого Юрий не получил Хотя Вот с этого сваяка можно В принципе Начать свою комбинацию Этот шар удалось забить Да, но с выходом Не сложилось Продолжение очень сложное, конечно Сейчас вполне возможно будет позиционный Удар Ну, мы сейчас посмотрим, да Что предпочит Юрий Отыгрыш или атаку Хотя Будет рисковать, похоже Да, действительно Он пытался забить Забить Свояка в отскок Пытается вытащить партию Удар был, да, очень сложный Это не получилось Да, ну мы можем еще немного Рассказать Рассказать Да, здесь понимаем, что уже партия завершена И пока режиссер нам даст статистику Мы поговорим о Лиге О том, что это продолжение идеи Владимира Федоровича Яков Семенович Якушев, президент Лиги Это многолетний друг и партнер Владимира Семеновича Который, к сожалению, четыре года назад ушел из жизни Вместе с дочерью Еленой Вместе с известным игроком Гелой Сванидзе Организовали эту Лигу для популяризации русского бильярда И это первое телевизионное событие Коих, мы надеемся, будет много И уже в более расширенном составе Да, Настя, спасибо И мы сейчас увидели очередной разбой При счете 1-1 Сергей Крыжановский Начал третью партию Забить ему не удалось Устала Юрий Пощинский Вот он выбрал для себя шар Который забил с активным верхним вращением Ну, видимо, пытаясь подбить шары Чтобы они расположились на более выгодных позициях Да, это удается Посмотрим, есть ли хорошее продолжение Ну, какое-то есть Вот опять обратим внимание Какое вращение он будет использовать сейчас Верхнее или нижнее? Вот сейчас уже нижнее Сейчас натяжку использую Думаю, что он рассчитывал зацепить один из шаров Мне тоже так кажется Да, вот нижний К среднюю лузу Это давало возможность среднюю лузу что-то Подкатить, но Не получилось Ну, получился перевод к углу Сейчас мы посмотрим Ну, еще один нарезки у главы чужой Ну, тот шар, который подкатился близко к дальней лузе Его нечем сыграет Кроме как с машинкой А вот здесь очень, очень даже удачно получились Со ударения И Юрий может продолжить Вот он делает Поднимает от одного борта Да, последующий удар Под следующий удар Теперь он, наверное, попытается еще ближе подвинуть шар Лузе, ну, это не очень хорошо удалось Чуть-чуть верхнего винта не хватило Да, немножко Точка удара оказалась немножко ниже Но Тем не менее, он продолжает Причем, очень уверенно забивает Юрий Почин И на центральную лузу пытался сейчас перевести Но чуть не удалось Ему завершить удачный выход И счет уже 6-0 Тем не менее, 6 шаров он уже набрал А вот как раз и тот дальний Чужой? Нет Чуть-чуть перерезал, мне кажется Мне кажется, не дорезал Настя, извините Сергей, не буду спорить Большого значения не имеет Шар попал Сначала Ближнюю губу Зная мастерство Сергея Кржановского Мы понимаем, что Да-да-да, счет 6-0 еще не гарантия победы И есть неплохой вступительный удар То есть сейчас Сергей может забить Не удалось ему подкать Забить, я извиняюсь Да Посмотрим, что сделает Юрий Ну, всего два шара отделяет его Этот шар он, конечно, должен очень уверенно забить Да, так и есть Будет ли выход на 8-й? И, похоже, есть Выход состоялся Да Можно выбирать свой К, можно Ну, наверное, прицельный шар сложнее забить И, тем не менее, промах на стене Да Еще партия еще не завершилась Ну, здесь я думаю, что можно Анализируя Игру спортсменов Сказать, что у Сергея в последнее время Больше практики на Международных турнирах А это значит, что К новому сукну Он приноровился быстрее Действительно, Юрий в последнее время Меньше выступает Я думаю А Сергей Коржановский Постоянно Постоянно во всех турнирах И причем Очень сложный удар сейчас сделал Да, как правило, показывает хорошие результаты То есть идет по турниру очень долго До решающих стадий И у него, конечно, очень богатая практика В этом плане Да, Юрий Починский начал играть на бильярде В 1994 году И примером для него всегда был Гиви Амфимеаде Известный игрок из Ростова Да, мы знаем Какого Гиви Амфимеаде, кстати Тоже становилось чемпионом мира в свое время Но По тем Версиям Которые раньше присутствовали Кстати, Настя, посмотрите Сергей Продолжает свою серию Да, и уже 5-7 И уже подтягивается К Юрию Починскому Если ему удастся забить еще один шар Расчет станет уже 7-6 И Достаточно сложного совика выбирает И справляется Да, действительно К совикам, конечно Вот сейчас Ну, это совыдарение Немножко не понравилось Сергею Да Он не хотел его Видно было Там было возможно Что после этого Создарения Один из шаров Подкатится к средней лузе Да Это был бы оптимальный вариант Ну, посмотрим В угол, видимо Очень тонкий свояк стоит Поэтому Сергей не решается Вот, наверное, чужого Он пытается сыграть Не получилось Смотрим на позицию И на самом деле Простого удара Для У Юрия Нет пока Ну, то есть Сто процентов Как вы думаете, Настя Какой он выберет удар? Неужели тонкого Тончайшего Суйка? Сейчас увидим Но, похоже, вы правы Оп Вот так часто, кстати, бывает Играешь тонкого А берешь с запасом И попадаешь еще Еще тоньше Бывало с вами такое? Конечно Конечно, бывает Ну, трудно сказать Что на самом деле Хуже Надо подумать Что опаснее Тоньше попасть Или толще Так О, отыгрыш Да, мы увидели О, отыгрыш Который, кстати Не совсем По прогнозу Сергея Мне кажется Прошел Я думаю, что он Не ожидал Что шар Так близко От трех бортов К угловой лузе Да, геометрия Стала Другая И не только И резина Тоже, наверное Как-то Не очень пока Понятно Вот разводят Ударом Но пока еще Поставить Поставить Да, есть Три партии Три партии Да, три партии Сыграно За Двадцать пять Нет, двадцать три минуты Так Юрий Починский Произвел Очередной разбой Немножечко Не добил Биток До лузы Сергея У Сергея Есть возможность Хорошая для того Чтобы забить И подбить Ах Нет, помешал Его задумке Вот этот шар Конечно же Он нацеливал Прицельный шар В пирамиду Недоволен Результатом удара Сергей Это видно По его реакции Посмотрим Что он найдет В этой полузакрытой позиции Ну, Сергей Предпочел отыграться Ну, мы наблюдаем Достаточно принципиальную борьбу Настя, я вам скажу Никто не хочет Легко отдавать У Сергея есть Кумир в спорте Это Рафаэль Надаль Известный теннисист Интересная личность Очень нравится Сергея Его манера игры Поведение на корте А для Юрия Пащинского Кумиром является Александр Попов Четырехкратный Олимпийский чемпион По плаванию Да, да А сейчас является его Талантливым Как говорит Юрий Учеником На бильярде Понятно Ну, кстати Многие известные спортсмены Мне кажется Серьезно увлекаются Бильярдным Да, да, да И Валуев Играет хорошо И Насколько я знаю Григорий Дрозд Боксер Сергей Тараканов Сергей Тараканов Да, постоянно Практикует Олимпийский чемпион По баскетболу Он, кстати Я его видела В зрителях Кубка чемпионов Да, он пришел Посмотреть Очень красивый удар Эффектно С подбоем Бесстрашный удар Правда Дивидендов Не много От этого Удара И Не совсем понятно Да, вот Сергей играет Видимо Может быть Даже на две лузы Выбирает удар В среднюю Угловую лузу Но не справляется Да, на этот раз Не удается ему Свояк Все-таки Больше, наверное Он нацеливался Именно на него Да Я тоже так думаю В Насте Как Юрий Пощинский А Это вот так Вот К сожалению Ох Какой-нибудь Интересный Да Получился С одной стороны Не повезло Но тем не менее Да Возвращаясь Конечно К теме Известных Спортсменов То нужно сказать Что Лига Императорского Бильярда В Ее работе По популяризации Национального Вида спорта Поддержала Очень много Известных И спортсменов И артистов Политиков И бизнесменов Все они пришли На матч И Президент Лиги Яков Семенович Якушев Говорил Много Слов благодарности В их адрес Ну то есть Можно сказать Что Зрители Не обделили Вниманием Этот Данное событие Данное событие Этот турнир И достаточно много Зрителей пришло Понаблюдать вживую Да Действительно Как будут выступать Все трибуны Заняты Есть еще Мы можем Рассказать зрителям Зона для просмотра Рядом с трибунами Поэтому около 300 человек В зале Приличное количество Для бильярда Это да Замечательный результат Вот Юрий Починский Опять отыгрался На наших глазах Опять Пытается держать позицию Ну У Сергея Нет явной атаки Посмотрим Он видимо тоже Будет отыгрываться Да Интересная завязка В начале партия Счет 3-2 В пользу Юрия Починскому По шарам По шарам А по партиям 2-1 В пользу Сергея Ну то есть Большое значение Конечно Смотрим на наклейку Сейчас Сергей Все ли в порядке Нет что-то При таком формате Сейчас огромное значение Имеет Счет будет 2-2 Или 3-1 Конечно Обычном матче Если допустим Спортсмены играют До пяти побед То какая разница 3-1 Потом может стать 3-3 А здесь можно просто Не успеть Какая была дуга Вы видели Мне кажется Сергей сфалил Или мне показалось Сейчас посмотрим Нет Продолжает игру Значит Судьи Ничего не заметили Просто я плохо увидел Как вам такой свояк Сергей Ну мы знаем все Что таких свояков В принципе Какой бонус Да Можно забивать Но крайне редко Этим пользуемся Вообще Для того Чтобы Хотя бы Более или менее Уверенно С хотя бы С 50% Вероятностью Такие шары Забивать Я думаю Их надо тренировать Очень долго Очень долго И Видеть эту тонкую резку Да-да-да Без практики Тут просто Невозможно Рассчитать Рассчитать Какое-то Правильное Прицеливание И выход на угол На нижнем винте Ну да Это был такой Запланированный удар В общем-то Выход получился Сергей уверенно Продолжил И выиграл пар Да И это победа 3-1 И 45 минут Остается Для завершения Матча Счет 3-1 За 30 минут Они сыграли 4 партии Тоже очень приличный Темп Насколько я понимаю Да-да-да 7 с половиной минут На партию Это Мне кажется Так же Как и в первом полуфинале Хотя нам казалось Что здесь больше Оборонительных ударов Но Мне кажется Там получалось 9 минут На партию Но я могу ошибаться Я мог неправильно Посчитать В первом полуфинале В принципе Было сыграно 9 партий И еще раз пытается Сейчас Сергей Воспользоваться Умением Забивать Такие сложные Тонкие Ошибается Рискнул От пирамиды Ошибается И теперь Юрию Пашинскому Надо обязательно Брать эту партию Иначе Он может отпустить Сергея Слишком далеко Да Еще он Чуть-чуть Пошевелил пирамиду Ее остатки Как я понимаю Сейчас Пошарам 1-1 Да 1-1 Ну смотрится Неплохо Свояк В среднюю Казалось бы Такой план Юрий выбирает Бьет активно Переводя Прицельный шар На Противоположную Половину стола Он Думал Немножко Подбить что-то И улучшить ситуацию Но удачного Мы не видим Подбоя Мне кажется Не очень удалось Поэтому за свояком Идет Юрий Кстати Тоже очень уверенно В отскок Заговаривает Практически Так же Как и Сергей Многие любители Спрашивают А что такое Свояк В отскок Как бы вы Сформулировали Он очень легко Формулируется Это удар Который Основан На На некотором Теоретическом Эффекте Я про этот удар В свое время Читал В одном Иностранном Учебнике Он просто Немножко По-другому Формулируется Скажем В американский Пул Или в снукер Это так называемый Станшот Да Ну а Теоретический эффект На котором основан Этот удар Звучит так Что удар Абсолютной силы При отсутствии Трения Между Шарами И между Шарами И сукном При соударении Двух шаров Должен Как бы Направлять Биток Вдоль касательной В точке Контакта Да Понимаете То есть шары Если они Немножко Сыграны По резке Должны Расходиться Под прямым углом Ну это При абсолютно Идеальных Условиях При ударе Абсолютной силы И отсутствии Трения Ну примерно Таким эффектом И пользуются Игроки То есть мы Говорим Здесь Без Сыгрывания На верхнем Вращении Когда шар Описывают Дугу Да Именно по прямой Вот вдоль Касательной Ну условно Да Считается Что это Плоский Удар Ну Который Отскакивает Вдоль Касательной Грубо говоря В точке Контакта А мы Слышим Эффектный Звук В завершении Такого Свояка Обычно Да Удар Принципиально Отличается От От удара Который Попадает В лузу По дуге Когда мы Бьем по дуге Да Мы как правило Стараемся Всегда попасть Примерно В половину Шара А результат Определен Насколько правильно Мы выбрали Силу удара Да Совершенно верно А в ударе Вот сколько Все наоборот Силу удара Выбирать не надо Она Максимальная Она максимальная Комфортная Сильная Сильный удар А вот прицеливание Прицеливание Это сложный параметр И там надо Правильно рассчитать И попасть Ну а тем временем Сергей Выигрывает Очередную партию И Счет становится 4-1 Он достаточно быстро Выигрывает Пока мы с вами Разбирали Всего лишь Один удар В отскок О котором часто Спрашивают Сергей взял И Закончил Эту партию Вообще Надо сказать Что Юрий Пощинский Конечно Отличается Силой Характера Помню Много Встреч Которые Видела С участием Юры Которую Он вытаскивал Из безнадежной Ситуации Можно сказать Ну я думаю Все из этой четверки Все четыре Участника Наших Полуфиналов Отличаются Именно этим Стойким Характером И Именно умением Сражаться до конца Иначе бы они Не смогли Не смогли Завоевать Такие титулы Которыми обладают Устала опять Сергей Кражановский И И Может партия Завершится Сразу Мы знаем При таком Раскладе В такой Позиции Он может Ее Закончить За один Подход Сейчас Шар Расположился Близко К борту Но Сергей Считает Что Да Действительно Он Сыгрывает И Улучшает Позицию Считаем Это уже Третий Шар Четвертый Забитый Шар Такой Он Выберет Продолжение Поторопился Судя По всему Да Неожиданный Промах С другой стороны Настя Согласитесь Вот Когда Игрок Подобного Уровня Ловит Свой Ритм Подготовки Нанесения Удара Иногда Может быть И не стоит От него Отказываться Мне кажется Сергей Именно Из-за Этого Ошибца Он Пытался В таком Же Быстром Темпе Нанести Очередной Удар Да Удар Оказался Просто Повышенной Сложности А вот Юра Ошибается Вот Это Досадная Ошибка Да Конечно Но Она Скорее всего Определена Тем Что Юра Пытался Перевести Прицельный Шар Поближе К средней Лузе Да И Пытался Рассчитать Скорость Правильную Но Забыл Прорезку Такое Бывает Да Он по-моему Немножко Тонковато Попал Прицельный Шар Сергей Забивает Непростого Чужого Есть Возможность Продолжить Это уже Шесть Шаров Сергея Осталось Забить Два Очень уверенно Он ведет Матчи Интересный Конечно Стол Здесь Помимо Своих Размеров И Снукерная Резина Я его Разглядывала Вблизи Это Конечно Невероятная Работа Это Такое Красивое Дерево Корень Туя Редчайшая Да Действительно Это Должно быть Очень дорогой Стол Если он Сделан Из Корня Туи Мы уже Упоминали В первом Полуфинале О том Что есть Такая Традиция Продажи Столов После Знаменательных Финалов И Здесь Не исключение Стол продается Стол продается Да За рекордную Сумму 100 тысяч евро Всего-то Всего-то 100 тысяч Даже Не 110 Я бы Так Сказал Но Можно Зато Провести Следующий Кубок Чемпионов Как мы Уже Надеемся В расширенном Составе Увидеть Всех Звезд Бильярда Сергей И вас В том числе А я Не буду Отказываться Если у меня Появится Такая Возможность Я могу Расширить Количество Стран Участниц Да Стран Участниц И попытаться Побороться С ведущими С ведущими Мастерами И со старыми Так сказать Авторитетными Спортсменами Так Юрий Пощинский Да Должен обрести Уверенность Пытается завязать Борьбу В этом матче Дело в том Что счет уже 1 1 5 И времени Осталось Не так много Юрию Надо как-то Активизироваться Да Иначе он может Окончательно Проиграть Пока у нее Думаю Еще Какие-то шансы Сохраняются Хорошее начало 4-0 В этой партии Да Если он Где-то Грубо Не ошибется Я думаю Он пока Предпочтительнее В этой партии Выглядит Позиция Позволяет Ну вроде бы Юрий Настроен Очень серьезно Все Правильно Да Запивает Он и пятый Шар И опять На любимом Верхнем вращении С подбоем Пирамиды Раскатился Надо сказать Интересно Какой вот этот Не самый удачный Но есть чужой Именно этот Чужой Ну молодец Уверенно Справляется Я Думаю Что по-чински Все-таки Выиграет Эту партию Я предполагаю Что Не должен Теперь отдавать Нельзя Да Интересно Каким Кием На сегодняшний день Играет Юрий Пощинский Честно говоря Не наблюдал Вблизи Я просто Помню Что Раньше Он Ну Несколько лет назад Когда активно Участвовал В соревнованиях Долгое Очень долгое Время Играл Одним из самых Простых Вариантов Каким Цельным Цельным Достаточно Бюджетным Казанским Кием Да У меня Был такой же Здесь конечно Интересная тема Выбора Кия Многие любители Сдаются вопросом Как правильно Это сделать Здесь Конечно Да Вот и победа Перебиваем Несколько Да Юрий Оформил Победу С сухим счетом Если не ошибаюсь И в следующей партии Разбивает Юрий Если не ошибаюсь Да Да Перебивает По скорости Да Возвращаясь К теме Выбора Кия Насколько Это сложно Найти инструмент Своей мечты Чтобы он Подходил По весу По балансу А насколько Мастера Серьезно Подходят К выбору Той же Древесины Казалось бы Кусочки дерева Плотные И хорошо Склеены Что еще нужно Но тем не менее Они растут Как правило В Африке Эти кусочки дерева Да И еще где-нибудь И иногда Достаточно дорого Стоят Какой-нибудь Корень Омбойна О Это очень Интересное Название Я впервые слышу Или босса Такие экзотические Экзотические Названия Наверное Такие Экзотические Породы существуют Да Но все Больше привыкли Наверное К грабу И клену Если касается Верхней части Ки Ну клен Вообще-то Редко встречается В снукере больше Нет Именно в пуле Канадский клен Используется В снукере Используется ясень Да точно А в русском Бильярде Почти 100% Это просто граб Цены могут Варьироваться Да Мы знаем Что Можно играть Кием За 5-10 тысяч Рублей И забивать Как Александр Поломарь Да Можно играть За тысячу Долларов И за 5-10 тысяч Да Но здесь Это оправдано Тем Что действительно Используются Дорогие породы Дерево Технология И выдержка Дерева Самое главное Чтобы кие Не повело В сторону Что бывает Ну Я с вами Согласен Конечно же И качество И цена дерева Влияют на цену кия Ну естественно Качество работы И насколько это дерево Выдержано Ну дерево Как не выдерживаю Еще хранить его Надо уметь Наверное Да Я знаю фабрику Которая К примеру Закупает древесину На фабрике В Италии По производству Музыкальных инструментов Где древесина Выдерживается В правильных условиях Даже больше 30 лет Ой Какая ошибка Посмотрите Я эту древесину Потом использую Для производства киев Да Совершенно верно Ну это опять Какие-то Экстра Эксклюзивные Варианты Да Потому что такая древесина Для Которая Используется Для производства Музыкальных инструментов Должна очень дорого стоить На мой взгляд 7-0 Сможет ли Юрий Вернуться В этой партии Спасибо, Настя Что я отвлекся Посмотрим Первый стартовый удар Юрию удался Причем На мой взгляд Позиция стала Даже поинтересней Да Есть и в среднюю лузу Мы видим Неплохая игра Да С выходом Возможно Юрий будет Использовать Эту короткую пару Смотрим Смотрим Ковборд Нам с вами Не так легко Это понять Продавит Да Юрий его Сыграл И заслужил Свои аплодисменты Аплодисменты Да Как раз Хотел сказать Что может быть Он повторится Такой же Камбэк Со счета 0-7 Который побил Рекорды в интернете С количеством Просмотров К сожалению Это не контровая партия Пока Да Накал Борьбы не такой Еще серьезный Ценность этого Камбэка Немножечко Может быть Ниже Но все равно С 7-0 Всегда приятно Выигрывать И вот Сергей Судя по всему Уже понимает Что не Не все так просто Зря он Да Не подошел Посерьезнее К этому чужому В угол А у Юры Уже 6 Да Еще один шар И ситуация Станет равной Непростой Своя посередину Инициатива Будет у того Кто будет Наносить удар Нет Не справился Не добивает Случайный Случайных Шаров Не обнаружено После этого Удара Ну Как вам кажется Настя Будет играть Желтого шара В угол С машинкой Сергей Или может быть Свояка Придно счет С машинки Свояк Такой тонкий На мой взгляд Но не можем Мы оценить до конца Все таки Свояк Да И вот уже 6-2 Счет В пользу Сергея Гржановского И 30 минут До окончания Матча А вспомните Настя 30 минут Это как раз То время Которое понадобилось На первые Четыре партии Как бывает Достаточно часто В серьезных Противостояниях От высококлассных Игроков То что Один из них Скажем Матч до 5 До 6 До 7 Побед Ведет С счетом 6-1 6-0 6-2 Это ни о чем Не говорит Очень часто Вспомните Такие Такие матчи Качаются Контровыми партиями И конечно же В свободную пирамиду Тем более В свободную пирамиду Это не редкость Потому что Даже Сама психология Это вот Процесса такая Ты вырываешься Вперед Несколько партий Подряд Выигрываешь Чуть-чуть Расслабляешься Психологически А партнер Наоборот Подбирается Собирается И как только Ты чуть-чуть Ослабляешь Хватку Как это называется Можно получить Столько же ровного Такое же количество Партий Может выиграть И твой партнер Потому что Он играет В принципе Не хуже Да И вот я уверена Что Юрий Абсолютно Спокоен Очередной Зрелищный удар Трюковый удар В его исполнении Ну хоть это И невыгодно В данной ситуации Для продолжения серии Тем не менее Очень эффектно Очень эффектно Да Ну вот интересно Я недавно Брала интервью У вице-президента Лиги императорского Бильярда Гео Сванинза Как я уже говорила Известного игрока Он конечно же Говорил о том Что Лига собирается Возрождать интерес Также к Забытым Несправедливо Забытым играм На русском бильярде Таким как Русская пирамида И русские Или как вы говорили Московские фишки Как вы считаете Какая Какая перспектива Вот на таком Столе Со снукерной Резиной У этих игр Мне кажется Вполне зрелищно Должно быть Мне кажется Русская пирамида Пока Ну я не совсем Понимаю Как можно было бы Сделать Русскую пирамиду Зрелищной Зрелищной На любом столе На этом Возможно За исключением Только Пуловского стола Надо иметь Очень широкие Лузы Ну чтобы Можно было Увидеть Какую-то Какую-то Достаточно Активную Партию Которая Много забивается Широк Потому что Все-таки Русская пирамида Как и Московская пирамида Играя Которую мы Играем Одним битком Это все-таки В первую очередь Остается Оборонительная Скорее Оборонительная Игра Чем Атакующая Ну а что вы думаете Про фишки Фишки Мне кажется Очень активная Красивая игра Я недавно Пробовала Фишки Это вообще Своеобразная Игра Которая Главным образом Отличается тем Что она не предполагает Того Что мы забиваем Шарики В лузу Ну а ее Дополнительная Сложность По сравнению С обычными Играми На бильярде Это то Что Там Там в основном Все удары Делаются С Касанием Борка То есть Попадая Пытаясь Сбить Сбить Вот эти фишки Которые находятся В центре стола Для того Чтобы набрать Определенное Количество очков Угроки И вынуждены Ну просто По правилам Даже Должны сначала Попадать В борт И да Эта игра Конечно Очень умная Очень серьезно Поднимает Уровень Понимания Понимания Того Как работает Резина Как вообще Геометрия стола Построены Какие там Присутствуют Траектории Ну можно сказать Что В принципе игра На самом деле Ее можно Оценить Зрелищная Зрелищная А мы только что Видели В предыдущем Ударе Рискованного Свойка И потом Уход в оборону И счет 5-3 В пользу Юрия Бощинского По шарам Неужели Сергей Рискует От пирамиды Давайте посмотрим Да Да И забивает Что самое интересное Не хочет Он отдавать Инициативу Ну Скажем так Очень смелый Удар Не будем Других слов Применять Но тем не менее Не менее Он его забил И почему-то Пока не может Выбрать Следующий удар Ну и Чужого Он забивает Без каких То ни было проблем Счет становится 5-5 И счет становится 5-5 И смотрите Какая позиция Да И у Сергея есть все Все шансы Шар забит Ну поторопился Мне кажется Да Мог бы получше Поднять Биток Вот сейчас Да-да-да Но тем не менее Это оказалось Достаточно И Возможностями И посмотрим И это последний Последний шар В этой партии Ему нужно Вот он его выбирает В среднюю Почему-то Не Надежный Чужой для него Как он считает Наверное Ну Выбор Не совсем Очевиден Для меня Но он решил Что Видимо Прямой Такой прямой шар Самый простой В прицеливании Я думаю Что он их Тысячами забивает На тренировках Естественно Сергей Кстати рассказывал Что в детстве Когда начинал Заниматься бильярдом Он тренировался Всего по полтора-два Часа в день А все остальное Время Он конечно Играл Угу Юрий тоже Не забивает В своем подходе Да Хотя конечно В этой ситуации Обязан был Максимально подготовиться К удару Чтобы сделать Собой результативных И чужой В среднюю Нет Причем На две средних Сразу В общем вот этот удар Сергей сделал Неосторожный Я бы так его сказал Зачем ему надо было Давать такое Сильное низкое вращение Да Которое Да Вернуло Вернуло этот шар К средней лузе Сейчас посмотрим И вот кстати И будет ли перевод На середину Как это любят говорить Игра может наказать За такое Неосторожное решение Игра в лице Юрия Пощинского Здесь не без везения Конечно За губу Цепляется Да Естественно Шары Выход Получается Отличный Сейчас есть возможность Выиграть Но чудесный Чудесный удар Что Что делает Юрий Боже мой Вот это Демонстрирует Свои Артистические способности Да Скажем так Он уже неоднократно Появлялся на экранах В качестве Шоумена Шоумена на бильярде Да Так Мы смотрим Очередной Разбой Разбой Не удается Да Юрия И Сергей Вновь Играют Удачно С подбоем Начинает Серию Свою И кстати Открыл Неплохо Открыл Пирамиду Да Как раз Под левую руку Мне кажется Да Да Это Странный Выбор А Нет В этом Ракурсе Не очень Не очень Понятно Как Как Располагаются Шары До конца Это Не очевидно Пока Все Очень Уверенно Все В одну Лузу Смотрится Очень Даже Неплохо Посмотрите Да Высокий Темп Довольно Часто Берет Сергей Ну примерно Три с половиной Секунды На удар Вместо Тридцати Пяти Положенных Да Юре Сейчас Внимательно Нужно Разпорядиться Да Четыре Ноль Шара Четыре Шара В таком Противостоянии Это Почти Непреимущество Тут Все Во многом Зависит От того Какую Ты Оставляешь Позицию Партнеру После Четырех Забитых Шаров Но позиция Не самая Комфортная Здесь конечно Должны Не самая Плохая Согласитесь Настя Практически Ни одного Шара Нет Близко К борту Не располагается Поэтому Если будет Что-то Получаться Ну Скажем так Если Перенести Ситуацию На снукер Можно сказать Что все Шары Находятся На игре Находились Вот сейчас Два шара После этого Удара Расположились Поближе К борту Но не факт Что это помешает Я думаю Одного из них Сейчас Юрий будет играть С ВК Или чужого Все таки Сейчас посмотрим Это я ошибся Чужой точно Ки был примерно Направлен в ту сторону Да Да Все было рядом И чужой И свой Точно Я не смог Разглядеть Так Тем не менее Юрий забил Два Три уже Уже три Да Тем более То есть Это уже почти Почти равная ситуация Если он забьет Следующее Вот пожалуйста То автоматически Преимущество Теперь у него Потому что В его руках Удар Ну и согласитесь Что психологическое Преимущество Сейчас на стороне Юры Терять ему нечего Ооо Вот только мы Хотели поговорить Только мы его похвалили Но В этой позиции Он ничего Явно не отдал Не отдал Сергей Да Догонять всегда легче Согласитесь Сергей Легче догонять Да Мне кажется Что можно Успокоиться Быстренько Проанализировать ошибки Понять что Если Я не соглашусь Да Лидировать всегда приятно Но важно И психологически Мне кажется Лидировать Ну что касается Меня То мне Лидировать легче Психологически Я примерно Тогда Представляю себе Как я буду действовать И в тактическом плане Это скорее всего Будет оборона То есть В большей степени Расчет на ошибку соперника Чем на свои Активные действия Да А вот когда ты догоняешь Тут все наоборот Тут надо самому Проявлять инициативу И рисковать Ну это то Что я не очень люблю Скажем так То есть продуманная Аккуратная игра Что как раз Можно на этом столе Продемонстрировать Во всей Красе Ну манеры Бывают разные Мое мнение Все-таки Лидировать в матче Все-таки проще Психологически Ну и технически тоже Да Меньше срывов Меньше рискованных ударов Так Ну что же Вновь равный счет 5-5 Ну вот Почти 19 минут На завершение Я Сейчас Сейчас Так сказать Вспомнил Один такой маленький нюанс Когда Я люблю смотреть Большой теннис Очень люблю Да И Коммендаторы Время от времени Говорят нам Что Вот сейчас Будет разыграно Очень важное очко Вот сейчас Будет разыграно Еще более важное очко Да А на самом деле Мое мнение Они все Одинаково Практически важны Ну конечно Некоторые Называются Матчболами И так далее Да Потому что Вот Если Нашу ситуацию Взять Если выиграет Сейчас Юрий Счет станет 6-4 И это продолжение Борьбы в матче Да Если выиграет Сергей То практически Юрий Проиграет С учетом Нашего временного Регламента Уже не успеет Догнать его Так Так вот Получается Сейчас Практически Это самая важная партия Каждый шар Забитый в ней При счете 5-5 Самый важный шар Да Каждый Шар здесь Имеет вес И собственно Да И для одного И для другого Ну Естественно Сергею Немножко Сейчас Поспокойнее У него все-таки Запас Есть запас Да Он может В следующей партии Победить В матче А у Юры К сожалению Это Пожалуй Последний шанс Оставаться еще Пока Пока в игре И оставаться В этом матче Да Я соглашусь То есть Сергею Для того чтобы Победить в этом матче Нужно Выиграть одну из трех И использовать Все 35 секунд На удар А не 3,5 Как это было Не Ну В этом отношении Кстати Конечно Всегда приятно Наблюдать Что спортсмен Не тянет Время Не затягивает Конечно Даже я это понимаю Они играют Примерно в одинаковом Ритме И темпе Это Это правильно И красиво И заслуживает Да Красиво и достойно Совершенно верно Ну что ж Ну что ж Да 4,6 Так Разбой Сергея Крыжановского Нет И вновь И по-моему Мы даже ни разу Не увидели Результативного Разбоя Да Нет Результата У нас в разбоях В этом полуфинале Пока не Ну и в том тоже Полуфинале По-моему Ну 2 Или 3 раза По-моему С разбоя Забивали Участники Я должна сказать Что между полуфиналами Был сыгран Очень интересный матч В парном составе Андрей Макаревич С Александром Поломарем Против Юрия Пощинского И Леонида Ермольника Боролись В одной партии Это была непримиримая Конечно Борьба И зрители очень порадовались Партия была сыграна Прошу прощения Настя Партия была сыграна В свободную пирамиду В эту же игру Да? Да В свободную пирамиду И по правилам парного матча Да В каждом результативном ударе В паре между собой команда Игроки менялись в команде То есть забивает допустим Юра Пощинский Делали удар По очереди Да, да, да Леонид Перехватывал инициативу Кто победил? Сами секрет Победил в последнем шаре Победила команда Пощинский Ермольник Пощинский В последнем шаре? В последнем, да Это была Упорная была Да, непримиримая И я могу сказать, что Конечно же артисты себя проявили На высоком уровне Забивали шикарные шары Очень хорошо А Юрий Пощинский В очередной раз Свой боевой характер проявил Победив в последнем Да Нет Ну это действительно ему присуще Вот Юра Действительно никогда не сдается Никогда не сдается Так, дальний Так, Юрий опять забил первый шар Насколько я понимаю, да? Да О, молодец Справился с таким сложным ударом Немножко ему Я не думаю, что он хотел попасть в желтый шар Я думаю, что он хотел От двух бортов все-таки Попытаться попасть в пирамиду В ее остатки Да, и придется, похоже Придется Обороняться Кстати Настя, вы не обратили внимания? Мы, по-моему, еще Ни разу не наблюдали У наших с вами Этих матчах Ситуацию фолк Я не припоминаю, что кто-то из игроков сфалил Мне кажется, не было такого Да Совершил ошибку при ударе Сейчас просто это Я подумал об этом Потому что Ну могло создаться впечатление Что Юра вообще в шар не попал Когда делал тонкий удар Да, да, да Это было просто Тончайшее попадание Так Сергей Как-то Я бы сказал Безответственно Распорядился, да И отдал вообще Идеальную позицию Что это за бросок был? Мне кажется, он так же Пытался забить Тонкого шара Нет, нет, нет Там был С подбоем пирамиды Я могу ошибаться По пирамиде, да И Был чужой нарезки С подбоем Но я имею ввиду Даже не что за удар был А Как он Настя, обратите внимание Что Юрий Понимаешь Времени осталось Совсем немного Очень быстро уже Перемещается Да, да, да Практически бегает Вокруг стола Вокруг стола, да Ох, приходится Тянуться сейчас Это, кстати Кстати В свое время Показывали Показывали Подобные Соревнования Но Сейчас эта ситуация Мне напомнила Что я В свое время Наблюдал Ну такую версию Версию Соревнований В американский В девятку Да, да, да На скорость На скорость Кто быстрее Соберет партию 24 секунды 5-6 уже Да 12 минут Вполне достаточно Чтобы сравнять счет И сыграет Даже две партии Мне кажется Да, да Еще и вперед выйдет Смотрим Как разобьет Юра Не добивает Ну, да Он не попадает В лузу Смотрите Так А удача на стране Кстати Это не в первый раз На моей памяти Когда удача Поддерживает Юрия Пощинского Ну Раз она его поддерживает Значит он в какой-то Мере этого заслуживает Он же не бросил Бороться При счете 6-2 Да, совершенно верно Чужой Интересно Он будет с подкатом Или Нет Очень хороший удар На нижнем Если он как-то рассчитывал Это самый лучший удар в матче Я считаю Вот этот кэнон Рассчитанный Да И подбой Очень красиво Подбил так красиво Чужого кузя С подбоем пирамида Вот сейчас Да Сейчас он решил Открыть ее Ну и Напрашивается Свояк Свояк Но я не уверен Что наш ракурс Правильно оценивает ситуацию Да Видите Юрий предпочитает Предпочитает Непростой Шарочин Да И к сожалению Промахивается Но у Сергея Особо таких Сергею надо создавать Сейчас Да Есть чужой вугол Ну стартовые Какие-то возможности У него есть Но Но дальше Нужно позицию Раскручивать Да Смотрим Ну отличный Оттяжка Расчетливый Да Вот он тянул Шара Как раз туда Стопаем лузы Посмотрим Как он расположился Что-то не очень доволен Мне кажется Сергей Позиция Он да А то что он мышка Нет Позиция-то была хороша А вот распорядился Он и Вот сейчас да Близко к борту Оставил шар Недостаточно поднял его А бриколь Или Скорее всего В правом Да Оп И вот здесь Мы видим Первый фол Как неудачно Попадает Здесь даже Сложно сказать Что Вы понимаете Конечно Почему это произошло Да При ударе Это был Скорее всего Джамп Джамп Удар сверху вниз По шару И Да И биток Двигался по столу Прыгая Этого не было Заметно Конечно Незаметно Вот результат Тут сразу Сразу Говорит об этом Юрий возвращается Юрий возвращается К столу В принципе Можно сказать Что ему опять Повезло Опять повезло Да Сергей не сделал Элементарный выход Перед этим Да Вынужден был играть А бриколь Такой активный Сфалил Ей еще Передал ход Хотя Конечно Объективно Об этом Трудно Рассуждать Надо Еще раз Посмотреть Начало Партии Может быть В начале матча Сергею Больше Где-то везло Да Немножко Больше Везло А сейчас Удача Равномерно Пытается Распределить По отношению К участникам Мы видим На таймере Осталось 9 минут На игру Смотрим Что выбирает 6-5 Юрий устала Очень Необычный Шар Ну Была Очень Сложная Атака Причем Вот там Как раз При таком Ударе Весьма Вероятен Джамп Да Потому что Сверху вниз Под таким Достаточно Приличным Углом Наносился Сильный удар Хочет Юрий Эту партию Выиграть Чтобы начать Еще одну Решающую То есть Не хочет Булитов Ведь Если по шарам В этой партии Он ведет А время Останавливается То Эта партия Будет Засчитана В пользу Юрия Будет Счет 6-6 Если они Предположим Либо не смогут Начать Следующую партию Либо В той Начатой партии Счет Останется 0-0 Да То нам Представят Булитов Нет Если в начатой партии Счет Будет 0-0 То будет Интеграция До первого Забитого шара По правилам Понятно Ну мы посмотрим Что на самом деле Произойдет Пока не будем Не будем предполагать Да И Сергей берется Догонять Юрия У них почти Одинаковое количество Ну 5-3 Преимущество Естественно Пощинск Ну вот здесь Надо отметить Что Позиция В общем-то Закрылась Но Свояка Можно сыграть Сейчас посмотрим В угол Потоньше Посильнее Ну если Юра Решится Ну в общем-то Да Забить такого шара Можно Да Что и делает Юрий Площевский У него 6 Да Была опасность Контр-туша Прицельный шар Был близко Борт Если не совсем Вплотную Но Юра справился С попаданием В резкую Настя Скажите пожалуйста А вот сейчас Если закончится Время Матча Да Вот при таком счете При счете 6-5 Пользу Сергея Но 6-3 По шарам Ведет Юрий Починский Эта партия Будет же Засчитана Юрию Да Совершенно верно И счет В матче Станет 6-6 Тогда мы сможем С вами Наблюдать А вот именно Тогда Они будут Разыгрывать Окончательный Результат По булитам Понятно Теперь я понял Ну и пока Особой динамике Мы не наблюдаем Да Но для победы Конечно Сергею здесь В матче Я имею ввиду Нужно Либо Стараться Выиграть Эту партию Либо Все-таки Мне кажется Что он себя Увереннее бы Чувствовал В булитах И поэтому Начинать При счете 6-6 Решающую партию Понятно Да Почему Именно Сергей Не активизирует Позицию И не пытается Рискнуть Все-таки Да Разводит Нет Видимо Если Ну партия Быстро закончится В пользу Юрия Да Да Возможно Сергей Предполагает Что тот На своей Активной волне Да Достаточно Будет забить Одного Двух Шаров У него Будет серьезное Преимущество В следующем Конечно И при этом Еще кстати И В этой Очередной Предполагаемой Партии Разбой Будет Сергей А они Ни разу Еще не забились По-моему Да Результативность Плохая Очень много Шансов Что после Разбоя Как раз Юрий Сможет Забить Победное Соответственно Сергей Получит И он этого Скорее всего Опасается Опасается Конечно Ну вот Мы даже Увидели Такие интересные Тактические Нюансы А Как бы Любое Завершение Этой Партии Да Любое Завершение Все-таки Гарантирует Ничью Пока Сергею Ну Буллит Это все-таки Это как Пенальти Про буллиты Мы можем Поговорить Эти буллиты Взяты Из игры В русскую Пирамиду Помните Сергей Что была То же Я хорошо Помню Да Что Сама Собственно Русская Пирамида Это игра Которая Может Непредсказуемо Затянуться Да Особенно В турнирном Формате И поэтому Ее останавливали По времени И Выясняли Победителя Каким способом Давайте Расскажем Шар Прицельный шар Ставился На точку Где стояла Пирамида Основную точку Стола Да А свой шар Выставляется Игроком С руки За Среднюю Линию С любой точки Второй половины Стола Второй половины Стола Да И нужно забить Чужого в угол Это называется Буллит Да Чисто Хоккейный Термин Да Это Юрий Пощинский Не смог Забить Седьмой шар В этой партии Неприятно Да Подзастрял Шар И остался Возле средней Он был достаточно Сложный Сейчас Сергей Есть возможность Подтянуться Да Получится ли Выход от Буллобортов Подтянуться Это одна ситуация Вот если он Эту партию Выиграет То Эта ошибка Станет Для Юры Решающий Да Сейчас есть Свояк У Сергея А нет Смотрит он Даже смотрит На Плант Плант То есть Это пара Которая Стоит рядышком Да И можно сыграть Третьим шаром Которая Обычно называется На жаргоне Зайцы Зайцы Да Я поясню Что Сергей Фанат снукера Ну собственно Я тоже очень люблю Смотреть и играть Да Есть там такой термин Плант Ну я думаю Большинство телезрителей Сейчас на сегодняшний день Уже неплохо разбираются В снукере Да И благодаря Владимиру Борисовичу Используют Снукерную терминологию Да Владимир Борисович Синицын Известный комментатор Снукер Это надо еще Очень хорошо понимать Как реализовать Потому что даже Идеально стоящие шары Направлены идеально В створ лузу При неправильном ударе Промах на четверть шара Это нормальное явление И промах еще по своему шару Там тоже влияет Ну да Все зависит от того Как сделать удар И как попасть Вот этот первый Это кажется легко На самом деле Сложный был удар Конечно Да Рискнул И счет 6-6 Да Интересно Разворачивается Этот матч Неужели это Свояк Нет Я уже Испугалась Что Все-таки Мы наверное Настя Были с вами правы Потому что Не рискует Совсем Сергей Ждет Окончание Времени На матч Насколько я понимаю Да Как вы считаете Настя То есть Вы хотите сказать Что он хочет сыграть До первого Забитого А по-другому И не будет Смотрите При счете 6-6 по шарам По окончанию времени Сейчас он имеет Преимущество по партиям Но это ничего не значит Потому что Счет по шарам В партии 6-6 И когда время остановится Игроки будут Состязаться До первого Забитого Потому что Нужно определить Кто же в этой партии Победитель В этой партии Да Совершенно верно И насколько я понимаю Если победит Юрий Пощинский У них будет Продолжение Уже в виде буллитов Да Совершенно верно А если Удастся К Рожановскому То все Он Финалист Кубка чемпионов Да Хорошо Вот они Судя по всему И осторожно Красивую серию Отыгрышей Да Не понравилось. А тридцать пять секунд пока идут. Да. И все-таки отыгрывается. Отыгрывается, правда, я бы сказал, не очень аккуратно. Мне кажется, в такой позиции Юрий может рискнуть и атаковать СВК в правый угол. Ну, с другой стороны стола. Не решается. Да. Ну, конечно, ответственность и цена этого удара сейчас уже… Стоп играем. Ну что ж, время… Сейчас мы услышали, что время на игру закончилось. Да, завершено. Правильно? Да. Теперь партия продолжается до первого забитого шара. Да. Будет интересно понять, кто же этот шар забьет. Да, седьмой, решающий. Примеряется к Свояку, похоже. Сергей Коржановский. Ну, Сергей, конечно, сложный выбор, сложный. И возможностей достаточно много. Все-таки решил отыграться. Причем отыгрался неплохо. Вот, от этого шара, который он приподнял от короткого борта… Ничего, сыграть нельзя. Да, сыграть очень трудно СВК. И Чужого. А дальний шар тоже тяжело сыграть, поскольку дистанция до луза очень, очень большая. Да. Юрия, видимо, тоже придется найти. Вариант для отыгрышей. Да, непривычный, конечно, формат. Видите, долго игроки выясняли, что же должно сейчас произойти при счете. 6-6. Неужели Юрий берется Чужого этого сыграть, Сергей? Очень смелое решение. Не знаю. А вот это еще очередной раз заслуженные аплодисменты. В адрес Юрия Починского. В адрес Юрия Починского. Ну что ж, вот мы видим, что судья выставил шар на точку. То есть мы будем наблюдать серию пенальти. Они кинули жребий, насколько я понимаю. Или этот жребий еще с самого начала работает. Ну, Сергей Кружановский, насколько я понимаю, первым подходит. Первый, да. Наблюдаем. Ставит прямо на линию, примеряется. Что-то отвлекло его, может быть. Вот она, степень ответственности. Замечание из публики. Первый мимо. Так, промах. Так, и первая попытка Юрия Починского. Насколько я помню, Юрий хорошо играл в русскую пирамиду. И в командных соревнованиях его довольно часто ставили именно в эту дисциплину играть. Помните, были такие чемпионаты? Свободная пирамида, динамичная. Отвечал, как правило, за русскую пирамиду. Да, так и было. И вот обратите внимание, Настя, еще одна деталь интересная, да? Сергей Кружановский стоит половине стола, наносил удар. Как левша. Как левша. Юрий Починский, как правша. Да, удобнее с этой. Выбрал эту. И первый. Юра очень уверенно справляется. Уверенно, правда. И, что интересно, его удар был направлен сейчас в низкую точку на битке. Да, вот я говорил о том, что для Починского характерно умение в высокие точки. Да, я помню. Точно попадать. Ну, как бы, я не так давно то ли слышал, то ли видел какую-то трансляцию с участием Юрия. Может быть слышал, да, что Юрий Починский с некоторых пор начал активно нижние вращения применять. То есть, стал, как все. То есть, они более характерны. Как все, да. Ну, с одной стороны, нет. Хорошая точка для тебя такая, от которой ты, точнее всего, направляешь свой удар прямой. И снова точен. Ну, смотрите, да, здесь получается у нас уже счет 2-1 в пользу Юрия Починского. Две попытки. Посмотрим на третью. Ну, пока, пока Сергей один не реализовал свой один удар, да. Как же он выскочил. Вот с борта, с борта, да, сверху вниз опять. И даже если шар как бы в створе узы оказался, но все равно он не засчитывается. Не засчитывается. Если он не оказался в сетке. Обратите внимание, как серьезно настраивается Юрий Починский. Он уже второй круг заканчивает вокруг стола. Третья попытка. Так. И снова точно. И опять справляется. Одна феноменальная, конечно, точность. Три из трех. С такой ответственностью, я скажу, это уже очень приличный результат. Позиция крайне непростая. Вот мне кажется, в предыдущем ударе немножко Сергей даже поторопился уже. Вот сейчас более-менее. Хотя он, в принципе-то, точно достаточно попал, да. Его подвел вот этот джамп, о котором мы упомянули. Упомянули. Итак, три-два, но еще не использовал четвертую попытку. И первый промах. Первый промах. И все-таки на одну очко впереди. А сколько ударов наносят? Восемь. Восемь попыток, да. Восемь попыток. А четыре они уже сделали? Да. Три-два. И, фактически, Сергей сравнял счет. Но, ну, так сказать, у Юрия есть еще дополнительный пока шанс. Да. Юрий демонстрирует хладно трое. Четыре-три. Такая тишина была сейчас в зале. Да. О, достойно. Сергей забивает. Да. Не отпускает. Итак, шестая попытка. И четыре из шести забивает Сергей. Схолеснулись два двукратных чемпиона мира. Угу. Пять из шести. Сергей, вы могли такое представить? Аплодисменты. Аплодисменты. Это было сейчас. Ну, тем не менее, у него очень серьезная психологическая нагрузка. Сергей, мы понимаем цену следующего шара. Потому что, если сейчас забивает Юра, то он побеждает. Да, да. Все им. А ну-ка, давайте подумаем. Сергею уже не хватает. Количество. Он три раза промахнулся. У него уже три промаха, да. А если Юрий забивает, да, то у него число возможных. Еще два удара. И опять пошел вокруг стола. Скажем. У Крыжановского один, по щински два удара. Так, еще один кружок. Да, сосредоточенность высшего уровня. Да, вот он настоящий профессиональный русский гильярд, да? Я могу сказать, да. Я могу сказать, что Юра молодец. Степень концентрации. Во-первых, он… Да, мы поздравляем Юрия Пахинского. Привет, победа Юрия Пахинского. Заслуженная эмоция. Да, сейчас мы послушаем, что он скажет спортсменов после матчевого интервью. Очень рад, что посетил именно этот турнир. Не часто такое проходит. Да, и вообще можно сказать, что впервые такое организовывается. Если на турнире будут приглашать, обязательно буду играть. Давно ничего подобного не было. Самое главное, что этот формат, он сделан для зрителей. Он сделан для публики. Он сделан для того, чтобы это обсуждали. У нас это сегодня получилось. Ну что ж, шикарный полуфинал мы с вами увидели. Да, и судя по интервью, которое дали нам игроки после матча, им понравился и формат проведения турнира, и место проведения турнира, и вообще вся атмосфера, которая сопутствовала этим событиям. А в финале Кубка чемпионов Лиги Императорского бильярда мы увидим с вами Юрия Пощинского, Россия, и Александра Паломаря, Украина. Ну, а сегодня для вас комментировали этот матч Настя Лупова и Сергей Ермаков. До встречи. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.